Король, эй ты, слезняк, верхом на каргоре, у тебя ножки болят? Давай отрубим их. 85 уровня, парни, оба высшие, всё вот как надо, кошерненько, оба такие в форме. Бомбануло! Да? Гори! Отлично! Гори и... сука, морозься! Да уже же проводил атаку эту, а? Стоять! Дайте я его ударю хоть раз! Чистым вот этим нашим ударом, а? Вот так вот. А в этой смотришь Перпетус Плей. Меня зовут Саша и играем в Средиземье. Тени войны. У тебя, между прочим, прямо сейчас есть возможность, пока дракон пыхтит и мы летим на Бородур, ну, по крайней мере, я надеюсь, Сталин так думает, у тебя есть возможность проголосовать за какую ты локацию топишь в будущем. Буквально в следующей же серии. Поэтому переходи в сообщество, там идёт голосование, а сейчас мы будем выполнять последние просьбы, которые прилетели Талиону на почту, на Сгульскую. Я надеюсь, мы всё успеем выполнить. Не, ну, всего, конечно, вообще не успеть. Это нереально, это нужно штук 100 Талионов. Но вот большинство мы скомбинируем и сделаем. Всё будет найс. А, между прочим, вчера Warcraft 3 Reforged вышел. Да. И если тебе интересно, переходи и посмотри. Но! Важная фигня. На главной странице канала далеко не всегда отображаются новые видео. А вот на вкладке «Видео» отображаются практически сразу же. И там Warcraft точно должен быть. Между прочим, даже если тебе сам Warcraft не интересен, но интересно понять, как оценивает твои действия на Ютубе, алгоритмы Ютуба, сам Ютуб, грубо говоря, то заходи там буквально несколько первых минут, я посвящаю именно этому делу. И да, это интересная фигня. Очень интересная. Очень противоречивая, но интересная. Вот. Ну, а мы полетели, наверное, на арены, да? Полетели. Расстали, он туда не хочет. В смысле? А, то есть совсем всё плохо, да? У-у-у! Ну, можно только этим шлангом подёргать. В смысле... Головой вот этот драконий. А что такое? Во! Вышли. А то я ж думал, застопорился там навечно. А могло быть и такое. Полетели, посмотрим, что наш монстр с двумя топорами может сделать на арене. О, как чётко-то, а? Прям мастер. Вот где он. Контроль. Значит так. Джип... Джим... Мендоза. Джип Мендоза. Джип Мендоза. Я надеюсь, не убьёт сразу. Шивова. Ну, почему я надеюсь? Потому что вообще-то, вообще-то, парень-то хороший, да? Сейчас я просто покажу, если вдруг ты не в курсе, насколько он хорош. А он прям настолько хорош, что практически читерский. Дело в том, что у него везде, практически везде, просто самый топ. И здесь у него и толстокожесть, и огромная сила, и отравленное оружие, и даже хрен с ним, а отряд охотников. Конечно же, конечно же, вот это вот у него в междуножье. Минус. Большой. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Я надеюсь, не настолько большой, чтобы помереть в первом же бою, да? И сегодня будет нападение самого Талиона на свою же крепость. Кстати, да, все орки остались, тех, которых я отправлял туда, на ведьму. Из последнего дружеского завоевания, чтобы Талион сам сразился с тем орком, который дерётся на руках. Да, вот без ничего. И причём, не просто дерётся, убивает Талиона. Предвестник Берсерк. Это уже интересно. Но он выше. У него вполне возможно высшее разъярение, да? А может быть и нет. Сейчас ты его закружишь, конечно, на своём карагоре. И у нас разъярение на разъярение, да? А нет, у него явно высшая сила. Явно. Ой, как красиво ты, ты пляшешь. Главное, главное, не умри, пожалуйста. Вот, да. Молодец. Чё-то слабоватый он в жизни себе пополняет, как для Берсерка. Этому всю уже снял. А себе пополнил только чуток. Танцевал, танцевал и всю голову танцевал. Ну, предвестника, конечно, бесила там явно что-то, я не увидел даже что. Кстати, имя поменяли, значит, предвестника поменяли, значит, что-то не срослось. Фиг его знает. Вообще, ну, учитывая, как здесь классно работает сетевая тема, учитывая, что и нет работает идеально, а заходишь в игру и там порой гарнизон не открывается, вообще ни хера, и всё остальное не работает. Может быть, это идут какие-то мини-сбои. Может быть, настроился на одного игрока, а к нему не удалось подключиться. Подключился к кому-то другому. Может, это вообще, как есть такая теория заговора, что это, в принципе, никакой не орк того правителя. Это просто какая-то рандомно выставленная арчатина магией Мордора. Вообще, насчёт этой игры сплошные теории заговора. И как, как без них, когда ничто не истинно, кроме Аллогос Факелова. Разрушителя. Вот это, вот это опасно. Очень опасно. Он реально может разрушить своими вот этими оглушениями. Но пока, слава богу, не оглушил. Разъярение вызвал. Карагорятина полетела. Жарит прямо в хлебальник, но ничего не справляется, да? Давай, давай. Машина. Шивая. Убей его. Ну, и прошло разъярение. Так же быстро, а? Хотя, удары у него сильные. Понял? Вот так. Борода. Да. И посмотрел, так, новый труп ещё, презрительно. Собака. Молодец. Спирит. А как звали игрока, с которым мы должны были биться? Разве спирит? Допустим. Лезвийный ворон, да? Нет, ну... Интересный ник, интересный. Эх, на секунду показалось, что брузятинка. Командир? Легенда? Клык Карагора. Не такая уже и частая кликуха. Ну, да. Я надеюсь. Тут твои парни тебе помогают. Да. Первый раз. А вот, по-моему, Карагора и взбесил, да? Стань и навали. Стань и навали. Ну же. Вот. Умница. Только он спиной повернулся. Ты сразу же. Ни хера себе. Не, не. И ты вот так оставишь это? Вот. Вот. Башню, я надеюсь, ты ему срежешь же, да? Правда, он с этим разъярением не покажет моего любимого. А что-то огнеметчики попадают часто. Бросок топора. В топоров. Сразу кушать? Да ну, перестань. Он еще слишком теплый. Ты же любишь холодненькое, явно. Мертвечину. Кстати, да, я вот, конечно, не эксперт в лоре, но, судя по тому, что я знаю, логично было бы предположить, что орки себе спокойно жрут мертвечину, да? Или нет? Или все-таки они не падальщики? Ну, такое у меня вот о здешних орках видение. Итак, это у нас архитектор, командир, легендарный, все как надо. Это приятно, такие парни идут в ход. Карагор сейчас, конечно же, загнется, да? Нет? Обидно, обидно. Лучше бы за... О, нормально. Так, хорошо. Очень замечательно, что он не отвлекается на подтанцовку, а просто в спину лупашит и именно убивает. Да. Так и должен себя вести чемпион с топорами. Хотя, будем честны, ему ни разу не попался еще убийца. Убийца со щитом. Потому что его разъярение, которое, к счастью, проходит, но всегда наступает, оно может влегку его и убить. Да. Ну? Начинается. Я только про тебя говорил. Серьезно? Мы крутим, 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 магию Мордора сейчас накрутим. Не? Не получилось закрутить? Я даже ничего не могу сделать. Хорошо? А давай еще раз покрутим. Что там? Крутить-то крутить. Понятное дело. Да. Класс. Ну, я, кстати, говорил не потому, что я там какой-то там бешеный пророк. Нет, потому что я до этого заходил, хотел посмотреть, кто там на дружных у нас завоеваниях. И ни хрена. Ну, по идее, оно пройдет. Я, кстати, перезагружал игру до лампочки. Ну, не работает это. Не работает. Это не от того зависит. Хорошо. Хорошо. Видимо, магия Мордора говорит. Подождите. Секундочку. Секундочку. Хватит побеждать. Я сейчас, сейчас я потасую, сейчас я наколдую кого-нибудь, а потом приходите. Ничего. Займемся мафией. На нее тоже есть у нас на заявочке. Расшевелить их. Растолкать. Давай попробуем. Давай попробуем. Начнем, наверное... Не, а где у нас? Вот. С клонами. Вот, начнем с него. Мало ли, что там он покажет. Потом еще, конечно же, вернемся на арену. И на дружественные завоевания. Обязательно. Тоже. И, может быть, даже и на недружественные завоевания пойдем. Кто-то точно поднимется. Хотя есть люди, которые видят в этом даже отсылку на то, что... Будет третья часть. Нет, ну, может, конечно, и будет, но... Пока что никаких предпосылок. Об игрушке про голума. Про голова, в общем... Буквально неизвестно практически ничего. Не, подождите, подождите, подождите. Интересно, интересно. А не переполошаться сильно? Взорвись, только взорвись. Ну, давай, взрыв! Никогда не работает, когда просишь. Так, а если я аккуратненько подкрадусь вон к тому дальнему парню? И он быстренько убьет. Да, я ищу неприятностей, но не от тебя. Понимаешь? Есть разница. От тебя можно. Угу. Секунду. Постоял там. Давайте, ребят, давайте, напряглись. Угу. Он даже вам. Этот поможет. Ёж. О, какой. Чё-то очень больный удар у него был. Я что-то не верю, что это... Подтанцовка. Хрен его знает. Подожди. Не, ну ты точно, ты точно. Ты проверенный вроде бы. Да. Убив такого крепкого и сильного человека, как ты, я точно получу повышение. Ну? А если съешь его, так вообще? Это ж представляешь, какая сила-то, а? Кстати, да. Чё-то в них есть такое. Чё-то... В последнее время он что-то... Наездников плодит. Часто. А кто это у нас такой вообще? Неужто? Неужто какой-нибудь... Ну, понятно, укоротитель. Жёлтый нос! Сучонок. Душегуб. Вот почему, вот почему он выглядит вот так классно при таком-то сете перков, а? Облом. Вот всегда так. Хотя бывает действительно. Вот действительно орк в трусах. А, сука, классный. Капец. И у нас же зверюга есть в трусах. А лок, который ещё и какого-то хрена на бедную повязку поверх трусов надевает. Это всё равно, чтобы шотландец трусы подкилд надевал. Серьёзно? Это вообще против законов природы. Ничего они не понимают, короче, в брутальности ворочей. Чисто теоретически орку вообще должно быть насрать. на одежду, если это не броня. Ну, то есть. Хотя. Ладно. В Вархаммере вообще он грибы, а одеваются так. Плотненько. Ну, кто здесь хочет убить следопыта, а? Черти, кто? Ты, да? Ну, на. А, воткнул, да? Молодец. Уже понеслась. Так, ну а где же этот товарищ-то? Ну, можно, конечно, у этого парня отжать. Но где его? Друг. Кореш его. Кровавый. Нет. Секунду, парни. Секунду. Может, он где-то наверху? Допустим. Допустим. А ты своих привел-то вообще? Так и знал. Так и знал, что ты тоже своих не привел. Тот не пришел. Этот без парней. Что такое? Кстати, я уже совсем забыл. Портной, ты что творишь, собака? Мудрые слова. Он всегда был умен. То есть, это у них считается умом. Понятно. А где ты выиграл? А? Нет, это ты, конечно, молодец. Молодец. Откуда ты взялся вообще хрен знает. А вот и Граук. Все нормально. Кошерно. Но где же парни? Может, давай немножечко прорядим ряды? И тогда появится? Граук с нами уже пополз. Жа пополз. Валим, валим, валим. О. Отлично. Цирковые карагоры получают в жопу камнем. Беги, беги, беги. Беги. Беги, я тебя спасу. Все, ты свободен. Беги, малыш. Покати. Ты дурак. Ты что делаешь? Тебя сейчас убьют там. Верности ему, конечно, не откажешь. Серьезно? Ты покушал? И как? Понятно. Понятно. Убить бы тебя за такое. Карагора его бесит. А меня бесит... А почему нет того парня? Вы, козлы, вы что, его съели, что ли? Не, я так понимаю, надо перезагрузку магии Мордора устроить. Ай! А как ты сюда попал-то вообще? Ладно. Парня нет, давай перезагрузимся. Кстати, а ты какой? На секунду мне показалось, что Талион летит. Тар-тарары! Все, нормально, да? Никто не видит. Вот вообще никто не видит. Кустиков нет, но никто не видит. Угу. Там он, конечно. Появится. Что, вендеты появились? Любитель гулей. Вот интересно. Лучше, давай заглянем. Давай посмотрим. Потом вернемся. Мне вдруг заинтересовала меня их тема. Да-да-да-да-да, это же не это самое, это же не советник. Кой? Может быть и совет. Угу. Совет советский. В жопу тогда. Надо теперь его еще и отменить, да? А, кстати, а мы его отменим лихо. Пойдем на вендету. Показалось, что это тот, который под селекцию подпадает, но нет! Что ты делаешь? Вот порой, как они попадают, непонятно, но как-то попадают по спине. Укротителем, но самый быстрый способ его убрать отсюда, это либо убить, либо заербовать. К тому же, порой интересные ребята попадаются и на вендете. И я недавно узнал, что оказывается, если, допустим, железная воля или там 85 уровень у орка вот здесь на вендете, но не основного, а вот присмыкающихся в окрестности, то, если его опозорить, оно очень часто возвращается. Причем быстро. Надо будет попробовать при случае. Ну, прям, это дельная фишка, потому что это в большей степени даже, получается, Талион не уйдет с пустыми руками с вендеты. Потому что, ну, я так понимаю, здесь основная задумка разработчика была именно в том, чтобы просто ты вот убил того, за кем пришел. Именно вот отомстил. Чистая месть. Но, как показывает практика, это не так увлекательно. Да. Аки пчелки. Ну, ничего. Вечным сном отдохнут, когда упокоим. Убить, значит, приспешников. Хорошо. А? Антиталионскую оборону поставили. Ну-ну. Вот так вот катаешься ты, катаешься на Карагоре. У себя в замке. Прибежал Талион и все, убил тебя. Причем в спину. А это ваша об стенку шваркнуло. И Карагора порвало. Диверсионный. Черт. Тяка. Да я не должен был в тебя попасть. Алло. Ну, нормально. А, давай. Подожди. Нет, Ален, зачем? Это ж тебе не удастся сделать. Давай вот этого возьмем. Без седла. С мягкой шкуркой, скажем так. Да подожди ты, что такое, блин? Дрессированный на недрессированного нападает. Куклачева на тебя нет. Это жесть, но они реально умудряются стопорить. Молодцы. Так, все. Прибыл. Но давай посмотрим, появились ли другие, когда мы тут порубили, ребят. А может быть сейчас прям появились. Да. Ха. Ага. Нет? А жаль. А вот, кто-то у нас есть. Так. Король Боли. Твою мать. Вот кого не ожидал увидеть, так это тебя. Ё-мо-ё. Надо брать. Да, мастер проклятий, конечно. Это боль короля Боли. Но, по-моему, она у него всегда была. Если я не ошибаюсь. Твою ж медь, а? Король. Эй ты, слезняк. Верхом на каргоре. У тебя ножки болят. Давай отрубим их. Постарайся. Я знаю, ты будешь стараться. Я уверен. Огнестойкость ты, конечно же, свою получил. Узнаю, узнаю, узнаю. Короля Боли. Ай, да ладно, ребят. Ну вы чё? Вот, 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 вот. Ну, парнишки, ну чё ж вы делаете-то, а? Ну мы тут так славно беседовали. С КБшечкой. А вы вот не даёте его даже почистить по-человечески. Сейчас как начну бомбить твою-то мать, а? Эх, горят все. Ну по-человечески же, по-человечески. А оно уже приспособлено. Конечно. Какой тут по-человечески тут ни хрена не будет? Тут надо исключительно казнить. А его казнь-то не берут? Естественно. Значит, рубить. Если сможем. А рубить невозможно. Через блок-то не прорубишь. Ладно, ладно, хорошо, молодец. Я найду на тебя управу, твою-то мать. Тален, Тален. Быстрее. Чё? Как он это сделал, а? Ну, допустим. А-а-а, ладно. Ща-ща вернемся, секундочку. Нельзя вот, нельзя вот. По-хорошему, по-человечески, как-то играючи, вот. Душевно. Не, ни в коем случае. Нужно именно убивать. Так, все левые пошли в сад. Бывает же такая херня. А вот этого ты точно не ожидал, да? На тебе прямо в башню. Ну, понятно. Она теперь у тебя закаленная. Хотя. Подморозился. Наконец-то я его все-таки почищу, нет? Нет? Не, ну. Если бы еще не эти наши... Ножечки? Я даже не знаю, что бы я с ним делал. Не-не-не. Ты давай прекращай это дерьмо. Море волнуется, а? Да, да. Давай чистить. Давай чистить, чистить его. Майда дырить нахер. Да ладно, я думал прокатит. Ай. Не-не-не, не надо. Или ты тоже хочешь без оружия, а? Ты посмотри. Посмотри на него. Давай-ка его. Морду-то пощупаем. Можно. Все? Можно. Все могут короли, да? Я вам сказал, я его возьму. Значит, я его возьму. Иди же к нам. Вернись в семью. Если что, эта тварь сделала очень-очень много побед подряд на сетевой арене в свое время. Кажется, это было... Где же это было? В Серегусте, что ли? Эх, не будем никуда тебя отправлять. Сражайся сколько хочешь. Ты что, остервенел совсем? Ну я же могу и отомстить-то за такое. Так, лупашить-то, а? В спину. Я понимаю, что мы только что были врагами, но... И на такой степени. В общем, изначально кажущаяся... Необязательность всего мероприятия оказалась в действительности только кажущейся. Король более того стоил. Очень даже. Ты убил многих гули. Пора ответить за своих преступления. Ну не знаю, не знаю. Многие гули и Таллино убили. Но если так взять на вскидку, я помню... Штук этак... Пять. Или четыре точно. Которые... Тупую съели Таллиона. Эни. Эни. Это ты на аренах будешь делать, хорошо? Отходит, стреляет. Ты посмотри на него. Ты просто посмотри на него. Твою мать! Твою мать! Ну, все? Тебе хана? Зареживаю. Вот и отлично! Без разговоров, скажем так. Понял? Ничего он не понял. И ничего он не осознал. Самое главное... Что я сейчас хочу сделать, это, во-первых, сказать спасибо за короля боли. Это реально респект. А во-вторых... Лишь бы он попал на галеры. А то знаю я случай. Какой-то сейчас странный был звук. Как будто Таллиона убили, он на каранчиках сидит. В общем, напрягающе. Не всегда они попадают на галеры. И когда они попадают, особенно вот... Ну, когда мне все равно, попадет только на галеры или нет. Я даже не смотрю и не знаю, попал он или нет. Я смотрю только тогда, когда они не попадают. Ну, точнее, тогда, когда мне важно. И когда они не обнаруживаются мною там. Это прям больно. Ну, будем надеяться, это не из тех случаев, да? Это не из тех случаев. Давай сразу заценим. Я надеюсь, там все работает, да? Ну-ка, да. Ой, молодец. Молодец, Сервец. Я даже думаю, попробовать ему эту хрень заменить, а? Вызвать его, что ли? Против животных он не очень. Но он их убивает сразу, поэтому не такая большая беда. Ну, посмотрим. Может быть, еще и высунем отсюда. Давай все-таки займемся сейчас желтым этим клоном. Пока он здесь. По идее, он должен был появиться. Это же как бы считается за перезагрузку. Хотя вот странно. Орков магия Мордора порой добавляет, а вот... Или убирает. Когда Талион меняет дислокацию, например, по башням прыгает. А с драконами нет. Я неоднократно замечал, что если вдалеке вижу, дракончик летает возле какой-то башни, как сегодня было. Я метнулся на эту башню, и он там продолжает летать. А вот орки, они то появляются, то исчезают, и я даже не знаю по какому принципу. Серьезно? 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 Я на секунду просто поверил, что это единственный тот, который берет и нападает на Талиона. А вот этот? Просто интересно. Если Талион случайно подкрадется из ниоткуда. Серьезно? Вот сейчас ты спрыгнул, да? А если бы я сбросил, то он бы не вынес бы этого дела. Ну... Вот когда колечко работает. И так всегда. А ты сейчас сейчас попытаешься убить? Нет, ты долго горел. Ну, извини. Продолжай. Кремация. А ты думал, тогда тебя не достанут, да? Не боись. Да ладно? Ну ничего, это нам на руку. Один раз ударь. Один раз ударь. Спасибо. Без приветствий. Замечательно. А? В этом смысле. А у тебя тоже самое будет, да? Или нет? Так. Нет. Скоро я стану капитаном. Можешь не сомневаться. Могу. А могу и сомневаться. Если тебя убьет сейчас. Кстати, очень странно, что здесь они не... О, он высший. Да ладно, он только... Этот портной только нам засаду устраивал. Что ты делаешь? О. Собиратель черепов. Пищник. Это, видимо, месяц от Алиона, что ли? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. А вот это уже война кланов. Молодцы. А что ж так не до конца-то, а? Повоевали, повоевали. А тут что у нас такое? Советы устраиваем. Советы советуемся. Ну, вот тоже. Ну, смотри. Ну, почему иконка совета? Вот у него над головой иконка. Она с черепом. Ну, вот почему совет с черепом? Ну, совет, ну, не знаю. Как по мне, они вечно смотрят на карту. Так давай отталкиваться от этого. Был бы свиток в виде, вот, свернутая карта в виде свитка, там, какой-то ленточки перевязанной, допустим. Это был бы совет. Какого хрена череп здесь? Я понимаю, я же говорю, я вот как комментарии написал. Я, блин, понимаю, что я ищу логики там, где ее быть не может. Потому что никогда не было. Но бесит всегда. Серьезно. Козлы. Это просто трындец. Ладно. Несмотря на это, я должен посмотреть, кто он такой. Что он из себя представляет. А он ищейка. Вот. Он ищейка, блин. И вот это у него еще хрень есть. Его бесит, когда через него перепрыгивают. Вообще, блин, за это убивать надо. Потому что Таллин любит попрыгать. Ой, мастер огня, ты мастер, мать твою, мастер. А где тут у нас парень с фиолетовыми приблудами? Нет, Визгун это, конечно, отдельный псих. Абсолютно отдельная история. Он, конечно, ублюдок редкий. У тебя тоже никого. А что? Это называется фиолетовое бесплодие? Или что это такое? Где-то же был хоть один. Лучников у тебя. Ты с ума сошел. А я думаю, что мы на фиолетово-то не нападаем? Да? А, вот у тебя же, да, кто-то? Да, да, точно. Это же... Вот оно. Вот оно. Тот нахрен самый. Наш. Деланный. Не пальцем, а огнем и мечом. Деланный. Орк с элитными щитоносцами. Сейчас посмотрим, кто из этих элитных щитоносцев что мне сделает. Будет весело, если они убьют мое секретное оружие. Мое маленькое чудовище. Рогатое. Которое у нас телохранителем служит. Хотя, по идее, не должны осилить. Но могут. Ребят, а че не боевое построение, а? Э! Вспышка справа. Блин. Это был пук справа. Во! Нормально. А теперь вспышка слева. Бам! Черт. И же ты решил вылезти из своего склепа. Но я загоню тебя обратно. Навсегда. Слушай! А ведь оно мне напомнило. Забияка. Напомнил мне про склеп. Действительно, мы же с Таллионом совершенно позабыли про наш фамильный склепик. Вот про вот этот. Про эти льдины. Я же их так и не открыл. Дверьки эти. Как ты думаешь, что это? Заняться этим делом. И постепенно их открыть. Например, начиная со следующей локации. Напиши, пожалуйста, свое мнение по этому поводу в комментариях. Я вот так подумал. Аж думаю, почему бы и нет. Так, ну давайте кого-нибудь. Ага, понятно. Секундочку. Не-не, не спеши. Давай тебя. Давай. Ну же. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай. Ты серьезно? По-моему, тот, который надо. Да где там? за то что я тебя убил тебя точно повысит да молодец подкачанный какое обычно они жиреют со щитом то жизнь она холёная такая а этот нет и тоже стал высшим и кого он там он все равно был бесплатный правильно молодец да еще и змеюкой стал ты подумай да да ты молодец спасибо за сына еще что-то нет подожди-ка во-первых почему у него неправильные глаза там же должна быть такая такие змеиные глаза нет странно него все не змеиные ну-ка давай посмотрим замораживание бесит тоже конечно уродская херня высшее качество мастер ядов и у него отряд дикарей отряд дикобразов а давай посмотрим на его отряд мельком так взглянем что там кто там между прочим мне начинает казаться либо это так в этой локации только но чаще всего желтые орки убивают желтых орков фиолетовый орки убивают фиолетовых орков потому что они сами контролируют популяцию того или иного клана никого не должно быть сильно много ибо тогда то ли он у нас забьет и никому ничего не достанется какая логика хотя ну здесь очень много разных аспектов в игре которые имеют примерно одинаковую вероятность встретиться игроку процессе и получается что допустим мне постоянно прилетают допустим какие-то ищейки хотя тоже ну такое знаешь сейчас об этом еще скажу в общем кому-то другому прилетают только берсерки есть еще конечно же тут психологический аспект дело в том что конечно же когда мне будут лететь одни берсерки или истребители которые мне нравятся я жаловаться ни разу не буду потому что они именно мне нравятся я не буду замечать что они постоянно попадаются а когда попадается ищейка всякий раз я это замечаю акцентирую внимание и другими словами я сам себя обманываю что может быть чистота появления ищейку меня ровно такая же как берстерков ровно такая же как истребителей но так как они мне не нравится я акцентирую на этом внимание и мне кажется что они попадаются чаще а кого это мы тут себе привели да ладно с папкой пришел да молодец вот это я узнаю вот это как олига шатников было в клане сейчас секундочку глянем вот чё то я не рискую вот так начать похоже ходячий труп меня отыскал видимо ему не терпится вернуться в землю да ну перестань никаких землях идет речь я знаю что ты съедаешь талиона после убиения чё ты рассказываешь вообще вот чё-то как-то не тянет не тянет вот начать и зависнуть а тут вряд ли какой-то исход будет другой так подождали ребята я заставлю твой сердце ты мне помешал и как любой вредитель ты получишь достойного паразита обращения серьезно что с твоими глазами говна поел и сразу прозрел ай а где твои фиолетовые а это она есть ничего себе да ты очумел секундочку и братишь братишь я тут и сколько в этой сука серии придется отбиваться дайте мне фир подожди кто это нахрен я смотрю здесь налетела фиолетовое племя натальона это я помню этот же шалок фиолетовый как хочу понять он фиолетовый да да он фиолетовый вон у него спине пятна оделся брусом я думаю нифига себе брус приперся сам по себе нет так и надо дать шанс правильному орку в этом месте для ну давай попробуем не надо это нет но не трогай но он уж был может быть хорошая дурила а что ты отступаешь не щитовики это конечно хорошо но хотелось вот этому вот тебе давай нет ты не попадаешь а ты попадаешь секундочку минуточку минуточку ребят минуточку так тут еще и у нас красные затесались нифига себе так а парни с топорами то еще остались в этой куче собака не эти парни не этот парень не попал по моему там кто то есть нет они похоже закончились сожалению или где-то в толпе там затерялись я не знаю давай проведим ладно хрен с тобой по моему они все там же давным-давно схлопнулись давай по одной казни да да как так я же понятно разжигатели свою участь с этим ничтожеством разделе с каким ничтожеством собственно о чем речь ага так ну вроде там кто то есть но по идее только щитовики ладно давай щитовика стоять лежать давай работаем пухляша работаем ну это наказание тебе за то что стоял долго да как ты достал то а серьезно под это дело у меня аж стрелы закончились а может ты ткнешь разок а но теперь уж точно нет о а это не фиолетовые ребята ребята красных то кто призывает как по моему вот этот аллог призывает красных или мне кажется но мы сейчас быстренько отойдем возьмем молотки вербовальные во они друг друга месяц это замечательно а я попользуюсь ребят 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 давайте кто один раз спасибо он фиолетовый вообще или нет твою-то мать ну как же так а долбанное солнце блин козлище еще клановца убил да сильный твою мать ну ты понятно психуешь но мне нравятся эти разборки клана ты посмотри они все победили я понял аллог победил но естественно молодцы победители мать вашу непонятно что они победили конечно жаль не пишется хотя нет пишется просто победила так но этих совет а вот у этих то мочилова набег окей а у тебя что врага преследует давай тогда вот раз они такие молодцы так разошлись расшевелились они не только наталью на полезли замечательно давай тогда так и сделаем ну-ка посмотрим чё там к чему ладно хрен с тобой очень удобно сделали очень удобно просто манифик идеально умнички старались так змеюка а ну-ка одолела одолела гадюка а у вас кто так 1 1 значит да хотя нет подожди там желтого и там желтого убили я вот не обратил на это внимание да фиолетовые начали топтать желтых молодцы это причем новоприбывших затоптали это у нас еще да ладно да ладно очень хочу на это посмотреть это маленькое дружелюбное чудовище убивает всех точно так же кстати как вот это но это вообще монстр какой-то а сейчас посмотрим этого кстати я пытался убить другим оркам своим и ни разу не получилось ну потому что орк был слабый и все такое дождик дождик и красиво-то как а ночь даже давай побегаем как ее пошел в жопу говно кусок всегда так а надо игнорировать да когда я ни слова не говорю он идет вечно так красиво ночь луна потоки лавы и блин саны дождь ну да спасибо ладно вот невозможно невозможно не не прикрикнуть я не знаю как можно относиться к этому холодное особенно когда какая-то несправедливость на арене это просто я не знаю меня бомбить жестко а кто там а зверяка ходит тут бродит ничего потом с ней поговорим вот это мать его интересно он ему смотрит прямо в сиську давай я ставлю на дружелюбного он просто он убийца за эти перепасы мы обязаны отдать нашей жизни все меня слышали да уж все вот что я скажу мы пойдем туда заберем припасы и наделаем дырак в глоба что их сторожат давайте а куда он побежит а то есть никуда не побежит хорошо окей я сам прибегу так 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 не заметят здесь никто нас до а так такое ощущение что даже аллок уделывает а не то что этот крендель хотя нет никакой не аллок но это урона не нанесло вообще между прочим он с проклятым кошмаром в руках о пока тайку ему устроили конечно же это нормально неужто неужто выиграет а неужто змеюка победит она вон травит и ты посмотри как хорошо травит а нет это удар явно прилетел копьем да ладно а секретное оружие врубилось но это же щитовик ему же должно быть насрать спекся таки надо же снафу ядовитая ты морда а а хорош молодец просто замечательно ну и чё подумать надо было да хорошо сколько можно вот дает а а давай еще не сводки потом посмотрим может быть сейчас щитовика удастся его взять или кто у тебя а у него у него же точно у него же вот эти парни подожди ты черный или фиолетовый а хрен знает серьезно а хрен его знает черный он или фиолетовый там вообще не разобрать а ты можешь что-то сделать чтобы пришли твои ребята а не это что-то другое не это что-то другое не ну серьезно это что это или это фиолетовый а да ни хера подобно это черный какой-то я уже начинаю не верить они ладно как он двигался только что непонятно эй 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 да ладно пошел в жопу а а не знаю но по моему он был черный в любом случае змеюка здесь просто все запердело и надо валить отсюда здесь токсично а кошмар кстати найти ребятенка пухлого с топорами практически нереально но хотелось бы очень даже погоди 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 извинена нет извинена пошел в задницу не хочет он да не хочет он сотрудничать вообще свалил давай найдем тут же недалеко тут же бежать буквально пара метров пара пара метров сука да пошел в жопу да в задницу нет 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 рот парни парни бегите за талионом точно чёрный аллог чё никто не побежал сталином а ну-ка чёрный аллог не пар 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 чёрного аллога я пропустить не могу ля-ля-жать ля-жать всем ля-жать давай это сука редкость давай ещё раз сейчас меч полнает сейчас меч полнает сейчас меч полнает теперь я поведу морков убивать других человеков ну-ну кстати насчет меча да я сейчас быстренько пробегусь потому что у нас там стоит у талиона он реально чёрный кальмар человекобой размазня опять победил в чём-то там кого-то где-то да ладно ты посмотри как фиолетовые взяли за жёлтых а это при том что предводитель клана уже давным давно на том свете ооооо да вот это прямо интересно ты подумай если что ну это наша новая супер звезда фиолетовая а этот-то парень один из первых один из первых жёлтых клановцев и он на минуточку кровный брат предводителя кланов желтых, вот этого желтого аллога. Нихера себе. А это что удумал? Совет. В жопу совет. В жопу совет. Вот совет. Иди в жопу. Понимаешь? Просто вот такой совет. Но, кстати, неплохо у него здесь. Очень даже неплохо. А вот здесь плохо. Здесь тоже не очень. Но такое. В общем, насчет снаряжения. Давай я его быстренько сейчас покажу. Хотя я не понимаю, чем вызван такой интерес к этому делу. На самом деле я не понимаю. Просто... Ну, то есть здесь, по-моему, очевидно, какие вещи лучше, какие хуже. Но я же действую совсем по другой тактике. Да. Мечи для дела. Мечи. Это у нас, конечно же, для дела. Потому что здесь шанс заморозить 50%. И, блин, каждый удар Глев вызывает взрыв. Конечно, не каждый. Потому что на Карагоре он не вызывает взрыва. Ну, вот этот заряженный удар. Оно, да. Это топ. Причем он 90-го уровня. Это просто... Ставь. Это просто жесть. Это единственный... Наверное, просто потому, что его кучу раз ломали. Просто кучу. Я не сосчитаю, сколько раз его ломали. И мы его, скажем так, вытаскивали потом из залога. В общем, это... Это мечи для дела, да. Тут это факт, конечно. Этот мечик, ножичек у нас только по той причине, что здесь кинжал, созданный в пламени мясорубки. Когда с ним бросаешь другие кинжалы, они каждые 8 секунд вызывают взрывы. Что очень помогает, когда у какого-нибудь щитовика неуязвимость ко всему. Очень помогает. Просто крайний. Именно из-за этого этот кинжал здесь. И плюс, к тому же, он подходит под этот меч. Это из одной коллекции. Так что тут должно быть все кошерно. Молоток. Молоток этот пользуется этим молотком Таллион только потому, что усиленные дистанционные атаки вызывают огненные взрывы. Единственный в своем роде. Сука, единственный. Я больше не находил таких молотков. Серьезно. И у него 13 выстрелов. Это классно. Для молотка. Здесь же чисто внешний вид. Только внешний вид. Что она делает? Мне глубоко насрать. Я ее даже не апгрейдил, потому что проапгрейдите ее и появятся такие конченые вот здесь вот такие золотистые прожилки. Не факт. Не факт. Но могут. И если они появятся, это будет конец всему. Просто. Кошмарище. Башня у нас тоже самая. Ту же самую функцию выполняет. Просто внешний вид. А то, что огненные грауги это просто приятный бонус. И допустим на другой локации отравленные в том же самом Нурнене или где. А все ли гости ледяные. Вот такая фигня. Здесь же кольцо тоже в принципе ничего не значит за исключением одного факта. Шанс того, что убитые враги взорвутся 25%. Это прикольное дополнение как по мне. В сете, где было 75% в сумме и там еще ее бомбежка прикольная была. Вот этим вот эльфийским светом когда талион светил или уже назгольским уже неважно каким. Там было вообще конечно жесть. Жаль, этого сейчас нету, потому что это мегаэффектно. Но с этим мы наигрались с талионом. Вот такая вот нехитрая фигня. Собственно ничего тут такого нет. И камни ты видишь какие я поставил. Так что так вот. Насчет этих самых. Давай добираем еще 3 очка и кроме разбоя вписывай любое название ветки. Бой, дальний бой, призрак, наездник, куда хочешь, истребить. История, куда хочешь, чтобы талион вкатил десяток, а то есть раз в два. Десятка очей. На самом деле, кроме как в разбое, в разбое, потому что это просто убивает всю вербовку, мы просто можем их, скажем так, не спасти. В общем, кроме разбоя, пиши любую ветку, куда вкатим. Обязательно. А сейчас посмотрим бой. Возможно, даже бой века. Но сделаем это вблизи. Ну, потому что мне хочется это видеть. серьезно, мне хочется это видеть. Пошли. Побежали, отправляемся. Такое дело надо видеть. Я сейчас постараюсь поближе не подходить. Конечно же, видно будет хреново, но зато будет видно. Просто подойду поближе все испортится. Они 100% переключатся Натальона. А может даже и 200. Но это, мать его, интересно. Так. Давай, поползли. я надеюсь вы здесь близко не будете шариться. 85 уровня парни оба высшие все вот как надо кошерненько оба такие в форме начали. А это тоже место, где он угрохал дружелюбного. Никто не получит эти припасы без моего разрешения. А чтобы получить его придется быть очень убедительным. Ага. подкрадывается главное в двух метрах от него находится. То, что их скоро будет нашим. знаете что делать если они пытаются нас остановить. Конечно я надеюсь что попытаются. Иначе они не будут орками. Если не попытаются. Так. Близко подходить не будем. так. По-моему змееныш уже там немножко плохо. Но он начал отыгрываться. Смотри-ка. Смотри. Что творит а змеюка. Вот. Яд пошел в ход. Щит пошел в ход тоже. Подтанцовочные уже легли. Часть. Но кто выиграет пока неизвестно. хотя парень с клонами а покатушки устроили и они практически сравнялись. Практически. Змеюка блочит и отплевывается но недаром этот парень кровный брат предводителя командчей нахер башню снял. Молодец. Слушай. Умничка. А я уж думал ядовитый прям станет супер пупер звездой этой серии и прям порвет всех желтых которые попадутся. Да и не желтых тоже если что. Молодец. Молодец. Остался один. Почти сдох. Что надо отдать должное. Заслуга змеюке. Но выстоял. Умничка. Вот этого я и добиваюсь. Когда стравливаю их вместе. Кстати. Черный аллог против черного аллога. Вдруг. И... Но это мне не очень интересно. А вот это давайте посмотрим. Глянем. А ну-ка. Да ладно не кряхтит. А что ж там. А давай. Даже интересно кто из них более умелый вояка. Аааа. Пусти меня. Я тебя убью. Чтобы ты не сказал это не изменит твою участь. Так что просто заткнись. Мне интересно а как они умудряются спасаться в таких ситуациях а? А тут еще и смотрящий есть. Не просто как они умудряются в таких ситуевинах спасаться потому что бывает же спасаются. Я может это сейчас увижу а? Может какой-то блок будет или что-то такое но мне интересно посмотреть. Или он сейчас над ним поржет потом убьет всех его парней а потом грохнет его самого. крыши здесь удобные просто для слежки прям самый торт. Сейчас он по идее всех их будет сбрасывать в яму да по одному давай пни его хватит ржать над ним ага а он не пнул он оторвал лапы а с этим как поступишь ни хера не видно опять лапы торвет понасмехался себе и даже не стал убивать а тот как будто плачет офигительно он глумится над каждым и только избранным оторвает лапы что же пухляшу пропустил он что тебя заплатил что ли на этим даже особо не ржал не забыл ты про него да иди у нас что ж ты так ну и что провернет этот парень и и а а а а так он его ударил или башку раздавил прикольно я впервые за этим слежу на самом деле но все-таки мне бы хотелось знать реально ли тогда освободиться орку если то ли он присутствует на казни ну поздороваться конечно надо же не хорошо уходить не поздоровавшись ты я знаю за кого я сражаюсь и зачем я сражаюсь за себя понимаешь за себя и за сашу захлопни 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 свою пасть сука жаль вам токсичного тут нечего подлить говна но ребят вы же понимаете что вот это так вот просто не бывает кто это такой ползет у нас здесь да ребят да я знаю вам нравится ну а зачем заползал вот и потерял свою палку копалку а ты то что здесь увидел а в общем понятно наверное есть вероятность одна единственная небольшая вероятность того что орк спасется даже если талион смотрит на это дело но не факт ну вот придется теперь казнить и застрелить а я думал по-человечески там вот изуверской казни убить ну почти по-человечески ладно что ж давай отправимся все-таки на арены на дружественные арены еще один мог удачливый но пока что на арены побежали и сегодня еще должны успеть талионскую крепость взять вот именно крепость талиона того самого нашего рогатого с его парнями да а что ты встал то ну не знаю вот вроде как 10 раз там бегаешь потом на 11 такая херня да да парни помог вам хорош так давай посмотрим кто у нас здесь не а а джакс мистиков ну допустим допустим посмотрим поменяет ли его магия мордора не поменяет потом вечно у тебя это гидра что за говно творит да серьезно блин ну ты серьезно нахрен ну как так-то а и вот было бы что-то не так с интернетом я бы еще хорошо допустим допустим давай может быть на арене оно проглючит не проглючит а нормально соединит а потом туда пойдем у нас же есть еще и на арене незаконченные дела сучка никто не бродит а ну-ка алё сплошные обломы а ведь только что все работало допустим допустим подожди он синий или мне кажется нет он фиолетовый все нормально ну давай тогда заценим давай тогда заценим как он там катнет этот раунд на ну-ка мафия идет во весь опор так но неизвестно но неизвестно он все-таки победил и опять-таки фиолетовый а желтый-то клан подрезали очень даже нехило остался вот этот парень и двое кровных братьев по идее и это из желтого клана это все да да ага а было-то сколько да нормально хорошо может быть мы там сработались да как-то и все в порядке давай пятый твой бой против Бонни Бонни выставляет о какой красавчик зачумленный мяткий стрелок дикарей легендарный это того стоило я тебе все внутренности вытащу твой ну сначала сделай что-то с пищеварительной системой своего карагура а то он просто воняет понимаешь а молодец умнички ну одна умничка сгорела конечно же от яда считай в муках сдохла кстати вот это тоже яд и что мы отходим а жопой взрываем о сняли молодец давай подбегаешь теперь и лупашешь нет ладно ну давай твой твой предложение топором зато попал да о разъярился и что это дает да неужели на карагоре верхом уделаешь ну да конечно только в моих мечтах два удара и там пару укусов карагора и все боня слит ага даже сундук заработал молодец молодец умничка хорош хорош чертенок просто умничка давай пока у нас все в порядке по идее давай я надеюсь ты это слышишь сука класс почему так всегда ну игра вообще работает идеально конечно никаких нареканий нету все просто манифиг прям знаешь пиксель к пикселю просто какая прелесть только не говори мне что ты опять окей good 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 поехали сюда окей окей здесь у нас крепость алогов посмотрим если парни будут не одни то ребята будут с нами если одни то мы их быстренько выдворим как в прошлый раз и сделаем все своими руками начали я надеюсь сейчас-то никаких понтов не будет все будет хорошо и я вот не знаю что за проблемы ну неужели так было сложно я просто думаю что в дальнейшем ну это наводит на фатальные мысли что в дальнейшем меня вообще в лавочку прикроют учитывая что они уже пару лет ничего не привносят в игру вообще ничего ни контента никакого ни бага какого-то пофикшенного нихера нет никаких обновлений ни фигашечки просто то возможно они скоро эту сетевую лавочку еще и нахрен прикроют а ведь можно было можно было это при том что мне люди пишут что оказывается эта игрушка на моих же видео еще и рекламируется это охренеть просто не встать ну серьезно то есть они ее до сих пор рекламируют то есть продают и ничего не делают ну ты понимаешь насколько насколько какая-то поломанная логика но она же бы лучше продалась если бы пропиарили чтобы нормально что там побогофиксили а ну хер там так подожди а тут два парня на точке или не два парня на точке а выломали а че выломали тогда а че взорвалось-то вообще я не понял подожди 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 Да, тут два парня на точке А второй кто? А второй у нас будет чистым! Подожди, а там вообще точка пустая? Или как? Пока Ты все-таки будешь чистый Ты будешь чистый, я тебе обещаю! Ну как же не вовремя вы его порезали, а? Чистый, ты вовсе не чист, да? Ай, молодец! Ну, очистим наглухо! Серьезно? Да сколько можно в спину-то лупашить, ребят? Сколько же можно-то, а? Я все понимаю, война, но... Надо как в фильмах? Один на один? А? А ему идет черная полоска на глазах Зора ты, а! Второй раунд! Начали! Э, нет! На второй раунд я не подписывался Вот у меня есть специально обученные ребята Иди и с ними повоюй там, где-то Давай соберем здесь толпу, да? Ну, здесь мы толпу не соберем Хотя толпа наших собралась, как ни странно Но все-таки Побежали сразу на следующую точку Все живые? Все, говорю, живые, а? Ты не жив! И вот ты не жив! И даже ты не жив! Так Парни Ну, на самом деле Сейчас попробуем собрать как можно больше Ребят, и я думаю, это получится Потому что мы сейчас быстренько захватим Как они так целятся метко, а? Если, конечно, его не углер А они очень к этому близки Давайте, парни Три Четыре Окей Отступает Нет, тогда надо прирезать В смысле, а? Ты серьезно? Сейчас топлюй Да хватит уже, хватит Таллион, не того, не того рубим Не того Обожди, обожди, обожди Ага Че ты мне скажешь напоследок, а? Женочка Задуешь мое пламя? Ну давай, риски Тебя поглотит огонь моей ненависти Или нет В глазенке-то в глазенке посмотреть Конечно, Таллион слишком стал жесток Ты не находишь Головы вот это вот всеми режет Он, конечно, не настолько жесток, как Ведьмак Чтобы эти головы с собой таскать Да и, в принципе, столько голов с собой не утянешь Но все-таки Ой, парни, все тут разъярились наши И мы мгновенно захватываем эту точку Бам! Побежали на следующую Скольких сможем, стольких соберем Какая ты умничка! Я б тебе медаль дал, если б я Голова была Только жаль, что здесь Граук Да ты что! Ничего себе! Окей Пауков вызвали, да? Молодцы Алабриамс Хорошо, стараться надо Молотила не дожил А был берсерком Да сдохни Ой Так, может хватит пауков, а? Может хватит нахрен пауков? Или кто-то тут их делает из вас, а? Ладно, сейчас все сделаем Нам нужен костер И такая-то матерь Бам! И все хорошо И уже наши пауки Да ладно, ну перестань Скажи мне что-нибудь, а? Ха! Говорят После того, как тебя убить Ты снова воскресаешь И так можно долго развлекаться А ты что, некромат, что ли? Человек бледный, а? Нет Убийственная контратака И защита от огня Понятно Я тебя понял Истребитель Когда я тебе оторву Твои руки Твой крик Услышит даже В жопе В твоей Услышит О! А здесь парень Прям кошерный Так, когда же там Наши ребята Пробьют эту стену? Может быть даже Никогда А здесь откуда-то Появился Третий орк? Или он всегда был? А вот хрен знает Ай! Яй-яй-яй-яй-яй О! Гвардия-то наша Пришла Эй! Не-не-не-не-не-не-не Конечно Против троих Тали он бы Может быть И даже и не вытянул Тем более Они разъярились Ну некоторые Некоторые Не все, естественно Но давай Кучу соберем Хотя я свою кучу Буду лечить Потому что Потерять что-то Ее как-то не хочется А лечить-то нечем Лечить, мать его, нечем Сука Ну как так-то, а? Убей его, убей, убей Прирежь Чик Ну да Ну да, ну да Это я, конечно Сам виноват Ни хрена себе Прокалыватель улетел Подожди Подожди Кровавый поток Разрушителя Умер Секунду А кто еще жив Вон не наш Ребята, вон стоит Не наш Угу А где еще Ты не наш Вообще Может даже наш был Между прочим а потока уже поставили на колени поток поставили на поток сам шоке ты что и они там еще что-то орали а ржаник был убит или что такое а наши они в догонял очку пошли не давай 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 хотя какую там догонял очку родной учитель ну ладно тут они ничего видимо не говорят стенку пробили молодцы конечно же дверь пробить было намного сложнее естественно стенка то это совсем другое дело да извиняюсь не тот вход окей давай то ли он давай у нас на все про все минута а ты паясничаешь где там кто кто тут здесь но поговори со мной этот форт принадлежит темного заселила а ты вовсе не темный просто грязь так я бы сказал о как сегодня твой долг сдохнуть только я слышу шум дождя помещений ну наверное мыши грызли прогрызли потолок но шум дождя продолжается класс шикарно ребята побежали со всех сторон просто несутся не сутся а а взрываем ребят взрываем да молодцы умнички да ладно тебе во а быстро ты повернулся молодец горит он раз за разом по моего именно ни хрена себе именно огонь до разъярения и доводит нифига себе у него бомбы какая падла не 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 ты посмотри ты посмотри вот это вот это его бомбит просто оно еще и дует и нет взрываемся прямо здесь ядерным взрывом бомбануло да гори отлично гори и сука морозься да уже же проводил атаку эту а стоять дайте я его ударю хоть раз чистым вот этим нашим ударом а в смысле это вообще реально в такой толпе сделать а сука ну ты меня бесишь он тут поназывал всяких что ты здесь психуешь а что ты психуешь мне в пору психовать так все да подождите ребята ну серьезно а ну я хоть один раз должен это сделать это же дело принципа да да твою то мать убить всех убить всех тебя первого нет ну надо же а какие мы быстрые какие куда куда тали он куда просто вот он тут ты заморозишься или нет да да и еще раз да парни парни вы че делаете алло спокойно а не узим кайзим надо же надо же да суки вы ты суки а посмотри на него я тебя запинаю я тебя запинаю эх вот па вот так темный властелин отомстит за меня ага потом как нибудь пускай тогда и за меня уже отомстит с особым цинизмом бомбанула так бомбанула вот это я понимаю вот это да бомбанула на самом деле вот за это я люблю за такие эпичные потасовки вот просто эпичные катастрофически четкие потасовки это мне прям нравится еще плюс очко конечно я же говорю очки здесь раз за разом просто прилетают раз за разом и это найс а теперь напиши пожалуйста каким ты видишь завоевание крепости талиона это очень важный вопрос хотя может показаться что это и не важно нет очень важно потому что на самом деле люди разделились примерно на два лагеря кому-то нравится скоростной захват с нашими ребятами вот как сейчас было даже еще быстрее а кому то больше нравится когда талион в одиночку идет от точки к точке и завоевывает крепости так вот в формате завоевания крепости самого талиона с крепкими надо сказать орками и скорее всего да даже еще и правителю подтанцовочку в виде о ложке в общем каким ты его видишь одиночный захват либо же захватить прям стремительно я кстати даже не знаю можно ли этими орками которые будут оборонять крепость ими же и напасть или нет вот это мне не известно пока что ни разу на свою крепость ты не нападал я надеюсь что можно потому что по факту они как бы ну типа клонируются но фиг знает я вообще не знаю как должно выглядеть может можно может нельзя но если нельзя то все равно можно своих других каких-то набрать против этих парней в общем дай знать чего тебе больше интересно от этого зависит что будет в начале следующей серии ну и куда то ли он пойдет дальше где то ли он пойдет в следующий раз а где возвысится это покажет голосование которым ты опять таки можешь принять участие оно в сообществе без проблем в принципе уже точно должно быть видно должно отображаться ну а на сегодня все большое спасибо за компанию и ба бай и